Всем здравствуйте! Сегодня у нас стоит чудесная ветреная погода. У меня тоже на голове легкий художественный беспорядок благодаря ветру, так что уж прошу меня простить. Сегодня мы представляем вашему вниманию зимнюю целиком одежду секонд-хенда. Все это было куплено на вес. Готовимся к зиме. Ну, на самом деле, летний сезон уже заканчивается, особенно в продажах. Вот такая толстовочка. Есть такой сильненький зайчик, я назвала эту толстовку. Это норфейс, толстовка, может быть, ветровка даже, парка с капюшоном. Парковка. В общем, ушек не хватает. Парка, толстовка, парковка. Ушек не хватает. И можно на Хэллоуин идти. Ну, еще хвост. Ну, хвост тут уже дело нажимное. То есть, стоило на ней больше 4 долларов, я думаю, и принесет? В районе 40? В районе 40. Отлично. Тепленькая, уютная очень, кстати. Вот такая толстовка. Продолжая тему норфейса. Вот такая... Такой же кетик в горох, если вы обратили внимание. Серый и синий горох. Размер маленький, он даже мне, в общем-то, маловато. Экстра смол, по-моему. Я думаю, что не больше тридцатника я рассчитываю получить. Особенно, учитывая, что это маленький размер. Вот такой плащ London Fog. Это с этикеткой. Тренч, как сейчас принято говорить. А, Наташа, а что там X-XL? Вот что, он такой большой или это что-то с размером? Не знаю. Ну-ка, одень, что-то он не выглядит. Сейчас мы его поменим. Выясним размер. Нет, вообще, я бы его, наверное, прошла мимо. Потому что London Fog ассоциируется у меня с недорогим брендом. Но тут, поскольку с этикеткой, я решила все-таки проверить. И на Амазоне сейчас такой тренч стоит 128 долларов. Ничего себе. Вот. Вообще, это оказался очень старый бренд. В какие-то годы основные плащи, тренчи, 2-3 вот этих вещей на американском рынке делал вот этот бренд. И я хочу от себя добавить, что редко бывает день, когда нам в Бинах не попадается London Fog. Ну, потому что 2-3 от всей одежды. Поэтому в основной массе они, конечно, не котируются, но это современный такой плащик. Ну, вообще, он с 22-го года где-то существует на рынке. Одно время они делали водонепроницаемые, вот такие отталкивающие одежду для американского Navy Seal. И вообще, они ценились на самом деле. На Сакс 5-й авеню их продавали. В общем, нормальный был бренд. Сейчас он, конечно, перекуплен, куплен. То есть, он какое-то время вышел в тираж, и он немодный, много его очень. Немодный, но, в принципе, 128 долларов, как и все остальные бренды. Нет, это вот именно этот. А вообще, то, что там валяется в Бинах, даже в отличном состоянии мы даже не рассматриваем. Потому что этого очень много. Его завалить. Конечно, какие-то мужские плащи что-то могут принести, но он будет по весу стоить, там, они, как правило, с подкладкой долларов 6-7-8, и продастся где-нибудь за 20-25 в лучшем случае. Ну, вообще, вы за этот плащ с этикеткой рассчитаны получить 50 долларов. Ну, это новый. Патагония. Ну, как же зимой без Патагонии осенью? Да. В гардеробе. Даже какой фильм начнешь смотреть, сериал, фильм, обязательно герой будет в Патагонии. Или Нордфейс, или Патагония. Вот мы всегда, вчера смотрели про собак диснеевский. Варвара в Антарктике. Размер медиум. Я уж перемерять не буду, потому что через голову рассчитываю тридцатник получить. Да, в развес она пару долларов стоила, не больше. Вот такой стеганный кардиганчик. Это джиджилл, тоже с этикеткой. Моноэтикеткой. А, вот этикетка. Джиджилл. Предполагаемая стоимость в магазине 169 долларов. Ну, конечно, вряд ли. Кто ее купил за 169 долларов, скорее всего, на какой-то скидке. Такой двухсторонний кардиганчик. Но в половине стоимости, я надеюсь, получить. Это долларов 50. Ну, я хочу сказать, такая элегантная фуфаечка. В принципе, похожа на эту логерку. Тоже такая тепленькая немножечко. Расписную. Там какая-то подкладочка есть между этими... Слоями. Симпатичная. Между этими слоями. Спинку покажи, пожалуйста. А, вот. Ой, какая красота. Смотрите, расписная. Там цветы. То есть эта мадама... А не знаю сейчас, как в России, но американки любят стеганные, простеганные вещи. А ты же говорил, что вроде вышла из моды. Или это в возрасте берут? В возрасте. Так, пальто. Банана Репаблик. Одевай. С этикеткой хочу показать. Это тоже редкостная находка вообще-то. Ну, вообще, в бинах с этикеткой это да. Вообще, в тот день нам все попадало с этикеткой. Смотрите, вон там стоит ценник, от руки написано 149. Это означает, реально его цена где-нибудь долларов 70, я думаю. Вот я где-то это рассчитываю получить, потому что сейчас очень сложно сказать. Мало такого впродано, потому что летний сезон был. Поэтому вот предсказание пока долларов 70. Угу. Ну, в принципе, пальтишка так, ничего, да. Очень хорошее пальто. По-моему, по составу. Шерсть там, смесь. Смесь, что хорошо. Это делает его, кстати, легким. Я помню, потому что ты его нашла и дала мне проверять. И, да, состав как раз очень красивый. Смотрите, какие обшлаги красивые эти отворота. Я, знаете, я сейчас подумал, что, кто, может быть, видел, тот самый Мюнхгаузен, помните, там, броневой-то играл этого. Кто у них там был, там, принц или еще кто-то. Так, а мундир, говорит, со строчкой, говорит, смотрите, говорит, как у него там, когда он смотрел на Янковского-то. Вот так и я тоже теперь. Не могу просто так на людей смотреть, оцениваю одежду. Профессиональная, как это, деформация. Деформация. Замечательное пальто. Удачная находка. Потому что, ну, сами понимаете, с тегами, там, по-моему, еще что-то запасло, пуговицы. Это всегда приятно продавать, и это все равно уйдет. Ну, и как же зимой без меха? Слушай, а помнишь анекдот-то, когда жена просит мужа купить себе норковое манто? Это еще из старых времен. Я помню американского юмора. Это он говорит, ну, что это слишком дорого стоит. Я говорю, дорогая, ну, ты как? А она? Ну, если у меня не будет манто, я просто жусь, заболею и умру. А стоимость похорон намного выше стоимости манто. А муж говорит, да, но зато это раз и навсегда. Ну, как же без меха? Тоже на вес. Рассчитывают 35 долларов получить. Это винтажно. Не, ну, слушай, ну, это не мех. Это, в смысле, не просто воротник. Это прям такое, как накидка, что ли. Конечно. Мы за 30 продавали прям вообще брутники. Они в итоге 35 так и уходят в воде. Ну, это побольше, чем то, что мы продавали. У нас точно такое же, по-моему, висит. А, вот, Брэд, дай я покажу. Так вот. Ну, наверное, сейчас к зиме, вот тут, видите, персонализировано. Но я не думаю, что это будут покупать, носить. Ну, наверное, 39 можно, в принципе, сейчас к зиме. Я не думаю, что это для носки. Это, скорее, для каких-то сценировок, возможно, даже для крафта, для хомби. Кто у нас смотрел видео в прошлом или позапрошлом году, мы записывали, когда рождественские были песнопения, ходили. И вот вполне кто-то может для этого прицепить и ходить, очень даже выглядит красиво. Курточка Abercrombie Fitch. Ну, а это остается в семье. И оставляю. А, по-моему, это пуховик. Ну, может быть. Если мне не изменяет память. Вот я не помню, там, по-моему, там клепки есть для, как его называют, капюшона. Но капюшона не было. К сожалению, особенно при отсутствующем капюшоне она стоит очень мало. Я уже был, ее хотел отбросить, но потом прикинул, может, Наташе пригодится для зимы. Такая удобная в машину сесть, да, в принципе. И ее любимый цвет такой. И, главное, еще и объем придает. Ага. Добавляет. Добавляет там все. Весомости. Да. Ну, да. Так что это остается в семье. Стоила она, если вот ее постить, она, я думаю, не больше 20 долларов максимум. А в развес она обошлась где-то в районе 3-3,5 долларов. Посмотрите, какая накидка, да. Теперь Вадим показывает мужские вещи. Хотя, что ты, по-моему, это юнисекс. Тебе не кажется? Не, ну, рукава очень длинные. Ну, так-то-то, да. Я прям чувствую просто, как нужна кепка и трубка. Там-там-там-там-тарарарам. Шерлак-Колмс, да? К сожалению, это unbranded. Все был в развес. Смотрите, в магазине. Гудвилл, я просто скажу, оценил ее в 20 долларов. Никто это летом не купил. И оно пошло в бины. Мы, конечно, немножечко сомневались, потому что мы не нашли бренда. Бренда нет. Но настолько вещь качественная. Вот ткань, швы. Все просто вот в отличном состоянии. Я очень люблю такие вещи продавать. Не первый раз уже. Не похоже на кустарную работу. Нет-нет, ни в коем случае. Очень сделано замечательно. Поэтому решили рискнуть. Ну, и на ebay такого рода вещи есть unbranded. Так что в сезон, я думаю, 49 она, боже, стоит. Очень красивая вот здесь пуговичка. Вот покажи, как красиво сделано. Это крючочек. Крючочек, да. Супер. Сейчас еще со спины. А тебе такое не надо? Хороший вопрос. Ты меня застала врасплох, Наташа. Нет-нет. Красивая вещь. Вот знаете, вот такие вещи, что называется, делают наш день. В том смысле, что они не обязательно прямо очень дорого будут стоить. Но ее просто приятно покупать, приятно фотографировать, постить и отправлять, зная, что тот, кто ее купит, он будет такой один на весь город. Тимберленд. Какая тужурка. Это кенвас, как бы это сказать-то, типа брезентухи. Холщовый, да? Холщовый, да. И видите, с подкладкой. Правда, проблема то, что вот некоторые клепки на капюшоне не совсем с ней уже дружат. А какая подкладка? Да, подкладка похожа, как будто волка разделали. Похожа на винтаж, да? Сложно сказать. На пуговицах. Old school. У, не какая-нибудь там молния. Большой размер. Мне кажется, подкладка на пуговицах это винтаж. Ну, во всяком случае, мне так кажется. Первый раз не выпадает что-то подобное. Ничего такого не нашел, что тоже говорит в пользу того, что это винтаж. Вот со спины показываю. Решили взять, потому что зима уже, что называется, за углом. И большой размер, очень функциональный. Сколько будет стоить, сложно сказать. Наверное, начнешь где-нибудь 70-69 и там посмотришь. Хорошая вещь. Где-то чтобы в сотню уложиться. Да, чтобы где-то было покупателю в районе 90-95, не больше. Ну, вот. Ну, какая шерсть. Ну, псевдо, конечно. Ну, и подкладка в отличном состоянии. Клепки, кстати, именные. На клепках тоже тимберлен написано. Да, для старой винтажной она просто в идеальном состоянии, эта куртка. Это какая-то местная команда. Вот. Это что такое у нас? NHL? Ну, да. Национальная хоккейная лига. То есть, хоккейная, значит. Натюрли. По-моему, это местная, насколько я находил. И что-то подобное уходило нормально за 40 или за 49. Потому что сбиркой, конечно. То есть, для болельщиков хоккейной команды, худи, ну, просто вещь незаменимая в хозяйстве. Ну, ну, как же ты. Ты просто вообще тогда. Ты никто. А на льду-то очень холодно сидеть. Да это там нет ничего. Там пуховик надо одевать. Там сидят, когда смотрят игры. Ну вот, пионеры к походу готовы. Это, я так понимаю, беговой костюм. Насколько я могу судить. Штаны и анорак, которые одеваются через голову. В принципе, ничего бы ценного бы не было бы, если бы не. Там, кстати, по-моему, капюшон. Вот, бирка засняла там как? Сейчас. Так. Засняла. Это Мальборо и с биркой. На вес он мне обошелся где-то, ну, не больше трех долларов. По-моему, в районе 40 такие уходили. Может быть, даже дороже. Новый постить очень легко. Я думаю, что такой можно даже измерять, показать, какой размер. И что там? Трек-сют вон, одел и побежал. По-моему, подкладки... Нет, подкладки нет. То есть, чисто от дождя. Да, материал приятный, кстати. Не такая прям галимая плащевка. Хорошо сделано. Галстук спанчбобовский. Я даже не знаю, где я его буду носить. Ну, чего в развес он ничего не стоил. Скорее в коллекцию. Да, скорее в коллекцию. Ну, так, почему? В рубашку. Может, и одену. Вадим у нас фанат. Да. Спанчбоба. Был когда-то. Я не знаю, он идет до сих пор или нет. По-моему, закончился. Вот эта интересная майка. Смотрите. Какая-то фирма. Вон. Маген и вылез. Меня привлек рисунок такой достаточно нестандартный. Как будто карандашом нарисована. И потом карандашами же цветными и раскрашены. Я честно скажу, я про нее забыл. Она уже здесь вторую неделю в машине лежала. Но что-то цена была на этот бренд очень крутая. По-моему, с такой точно графикой я не нашел. Сейчас я поставлю картинку, за сколько они продаются. Развес она стала. Доллар. Ну, оригинальный рисунок. Вот с такой графикой мы всегда берем, потому что это отбивается. Уникальное. Так, а это же. А, ну да. Там и контрол. Купальник. Он с этикеткой. На вес я взяла. Ну, тридцатник может стоить. Кстати, интересно, что купальники на самом деле зимой тоже уходят. Гудвилл на него поставил 15 долларов. Потому что люди собираются в круизы зимой, и купальники уже можно купить только на ebay приличные. А вот так вот просто пройти... Лам-ланка контролирует животик, что ли? Да. Это подтяжка живота, что ли? А так просто пойти в магазин уже не купишь. Да. Шлепанцы пляжные, купальники зимой уходят очень часто. Как ни странно. Кто в круиз куда-то уезжает. А, или даже не обязательно в круиз, при всех гостиницах, бассейны. Это рюкзак... Кенгурятник. Или кенгурятник с рюкзаком. Два в одном. Тоже был в развес. В смысле, ребенка и вещи, что ли? В развес он стоил, я не помню, долларов 5, что ли? Или 4. Я взял, потому что бренд известный, Келти. Вон он, модель Келти Кидс TC 1.0. Это что, может, один год, что ли? То есть, ты сажаешь сюда детеныша. И еще свои вещи, да? Да. А в рюкзак, соответственно, свои вещи. Келти очень известный здесь бренд спортивных рюкзаков. Они не дешевые. Странно. Мне кажется, ребенку будет мешать, давить вот эти все вещи на него. Все, что называется, и хвастник. Это просто... Что ты вообще не понимаешь? Да, вот как-то вон сюда, вот сейчас я, может, открою этот рюкзак. Ну, Наташ, ты не нашего ума, это дело. Кто-то сделал, кто-то берет, сюда все положили. В общем, отличное состояние. И с 5 долларов, я думаю, полтинник, он будет стоить нормально. А отправлять, кстати, его очень легко. Я уже приспособился. Для этого берется большой, такой плотный мусорный мешок. Такого индустриального качества. У меня такие есть. И несколько раз заворачиваешь. Прекрасно. То есть, упаковка получается вообще никакой по весу. Ну, такая была интересная находка в винах. Ну, вот на этом все про одежду. Всем спасибо. Всем спасибо. Всем пока. Побежал, пока. Пискульт-привет. Ну, пробежку. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok